У природы нет плохой погоды, как и нет у сотрудников МЧС времени года, в котором вероятность пожаров сошла бы на ноль. Особенно это касается осенне-зимнего периода, сезона, когда пожароопасность увеличивается в разы. Связано это с началом отопительного сезона, поэтому как только появляются предвестники холодов, сотрудники МЧС разворачивают профилактическую акцию за безопасность в месте, в которой особое место занимает посещение частных подворьев и домов с целью информирования хозяев о том, как жить и спать спокойно. На этот раз в центре внимания оказались домовладения в деревне Любашево, на территории Ганцевического района. Как и ожидалось, не все хозяева подготовились к холодам добросовестно. Во многих домах были выявлены нарушения пожарной безопасности. Что у вас стоит? А я не знаю, что это стоит. Я его не ставила. Болочку, нельзя такое ставить? Это мой когда-то муж ставил, а его уже нема 7 лет. Так у него швей не стоит, он отключается. А этот-то хороший. Так все равно. Да крыжа веним. В результате обхода частных домовладений были выявлены ряд нарушений. Они банальные, встречаются очень часто. И в данном случае так же. Например, печи, возле печей притопочные листы не соответствуют размерам. Должны быть притопочные листы 50 на 70 сантиметров длинной стороной вдоль печи. Отсутствие пожарных извещателей, захламленность чердаков и подворий. Более того, многие жители попросту не знают точный номер службы спасения. Особенно это касается пожилых одиноких людей, которые, увы, часто надеются на пресловутый авось и не слишком заботятся о мерах безопасности в своем доме. Как итог, вероятность пожара практически стопроцентная. Однако в случае рейдовых мероприятий все ограничивается лишь безобидным предупреждением и разъяснительной беседой, которая выступает в качестве главного аргумента в пользу сохранения человеческой жизни. В ходе проведения акции особое внимание уделяется разъяснительной работе. И по месту работы, и по месту учебы, и в жилье работники системы МЧС, так же как участковые милиционеры, так же как работники сельсоветов доводят до людей, жителей нашей области, основные принципы безопасности. Повторение «Мать учения». Франция, которая уже не первый год применяется не только в учебе, но и в профилактической кампании за безопасность вместе. Практика показывает, что встречи с трудовыми коллективами, сходы на территории сельских советов, показ предупреждающих фильмов, мощный стимулятор формирования у населения культуры безопасности и осторожного обращения с огнем. И действительно, результат от такой работы есть. Смотрим о состоянии проводки электрической. Если какие-то имеются нарушения, я сразу же говорю в презентации сельского совета. И стараемся связываться с нашими МЧСниками, и это ошибки исправляться. Виктория Драгобецкая, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.